Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева, мы с вами как обычно встречаемся здесь, дабы проанализировать все то, что произошло, происходит и будет происходить и в стране, и в мире, как это повлияет на нас с вами сегодня, ну и конечно же, как это может повлиять на нас с вами завтра. Если вы вдруг еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас, потому что это позволит вам первыми получать эксклюзивную информацию, комментарии, аналитику, а главное, находить ответы на ваши вопросы, а я уверена, что сейчас у вас вопросов очень много, потому что так уж сложилось, что мы с вами живем в учебнике по истории, и как эта история на нас с вами влияет, сейчас будем разбираться, у нас Игорь Яковенко в гостях сегодня, это журналист, здравствуйте. Здравствуйте. Событий произошло за эту неделю много, поэтому резюмировать нам с вами есть что, но начать предлагаю и с той темы, которая вошла в топ-запросы Google Trends, YouTube Trends и так далее, все пытались разобраться, так Путин наполовину жив или наполовину мертв, и что это вообще за такой Путин Шрёдингера на этой неделе получился, из чьей инициативы? Ну, инициатива хорошо известна, здесь нет никакой загадки, есть такой телеграм-канал Генерал СВР, вот, и есть такой профессор Соловей. Значит, есть сильное подозрение, что это один и тот же человек, но в данном случае это не имеет значения, вот, тоже из области таких, таких снов, разума. Но в данном случае это не имеет решающего значения, это источник хорошо известный, источник, который, если брать профессора Соловья, то на протяжении последних лет он почти каждый день сообщает о том, что Путин должен умереть в ближайшее время, вот, он уже почти умер, вот, уже точно он не переживет ближайшую неделю. И это происходит на протяжении 10 лет, он его с утра хоронит, закапывает, потом к вечеру выкапывает, снова было чем заняться. Значит, насколько я понимаю, сейчас мы, уже поскольку он окончательно умер, я имею в виду не Соловей, слава тебе Господи, Соловей жив, здоров и, насколько я понимаю, благоденствует, а вот Путин, по версии Соловья, умер. Значит, сейчас будет версия такая, что Путин, конечно, умер, но вот сейчас решают, какой из двойников должен быть в следующий раз предъявлен, предъявлен о публике. В такой конспирологической версии можно жить долго. Я очень хорошо помню, до вынужденного отъезда из России я преподавал МГИМО и иногда входил в аудиторию студенческую, после такой был, есть, собственно говоря, генерал Ивашов, который мне студенты объясняли, что он им рассказывал на протяжении часа, что Гитлер на самом деле в 45-м году не умер, а долгое время скрывался в теплой полости под Ледовитым океаном. И только в 60-е годы его достали, значит, советские разведчики, диверсанты и уничтожили. Ну, и вот в этой, понимаете, вот в этой конспирологической версии можно было жить долго, потому что доказать, что вот это не так, ну, а как докажешь, что нет теплой полости? Ну, вы же ее не можете найти. Точно так же, погружаясь вот в эту конспирологию, доказать, что это не так, ну, как доказать, что это абсурд, что это невозможно, что, да, двойники существуют, но они, как правило, работают удаленно, а, так сказать, предъявлять всему миру человека с соответствующей мимикой, с соответствующими жестами, держать в тайне, когда люди контактируют, ну, в огромном количестве с этим человеком, там есть обслуга, есть охранники, есть официанты, есть горные, ну, в общем, короче говоря, вот в такой, тем более в нынешнем мире, когда все прозрачно, когда существуют социальные сети, существует, на самом деле, разведка, в том числе электронная разведка, когда все абсолютно прозрачно, все это, ну, просто то, что это абсурд, это очевидно, просто очевидно, но в такой версии можно существовать довольно долго, вот, и эти люди, вот, они живут в такой конспирологии, поскольку ситуация неопределенности, ситуация истощения в условиях вот этой затянувшейся войны, она требует какого-то, какого-то объяснения разумного, да, не разумного, вернее, просто объяснения, и вот приходят на помощь вот такие вот версии, возникает конспирология, когда, ну, вот, с облегчением, ну, вот, Путин умер, но, правда, облегчение не наступило, потому что Путин умер, а война продолжается, вот, это все, конечно, полная ерунда, потому что в то самое время, когда Путин умер, вот, он, судя по официальным данным, он, вот, в это самое время встречался с Григорием Явлинским, вот, просто в то же самое время, когда, по версии профессора Соловьева, он умер, он встречался с Явлинским, значит, ну, в данном случае это, как бы, не то, что это какое-то супер важное событие, просто в этот момент, вот, так что, ну, скажем так, так это, это такой стиль публичного поведения, я этот стиль называю конферансье войны, когда, вот, идут какие-то важные события, вот, а потом в промежутке, в качестве заполнения паузы, выходит вот такой человек в бабочке и говорит, а вот и я, здравствуйте, я вам расскажу очередную сказку или очередную анекдоту, знаете, Путин умер, все ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот, конферансье, так сказать, раскланивается, принимает свою порцию аплодисментов и уходит, а дальше идет следующее событие, какое-нибудь серьезное событие, например, то, что в Израиле сейчас, в секторе газа сейчас идут рейды, отдельные рейды, правда, наземные операции вроде не начата, но отдельные рейды идут, вот, это, вот это событие, которое заслуживает внимания, ну, а потом приходит к какой-нибудь очередной конферанции войны и выдает какую-нибудь очередную репризу, вот, то, что мы сейчас обсуждаем, это не событие, это реприза от конферанции войны. Да, но интересно было то, что эту репризу комментировал Песков, хотя до этого подобных комментариев не было, но вот удосужил комментариям, сказал, что это полная утка о том, что Путин, значит, умер и все остальное. Ну и плюс ко всему, конечно же, понятно, обсуждать что-то надо и подхватили эту всю информацию и западные СМИ, в том числе, допустим, издание Independent, они вообще начали обсуждать, кто следующий после Путина. Там, по-моему, из пяти кандидатов был выдвинут список, там и Мишустин, и Шойгу, ну, и же с ними по списку. И мы вот вчера с Юлией Латыниной гадали, а, возможно, это сама утка и запущена Кремлем, дабы посмотреть, а как-то власть будут делить, если вдруг, если вдруг такое произойдет, такой тест на лояльность. Ну, вполне возможно, понимаете, опять-таки, собственно говоря, это и есть цель, то есть вот эти конференции войны. Тут, понимаете, можно гадать на кофейной гуще, есть довольно серьезное, по здравому размышлению, можно все-таки прийти к выводу, что все эти конференции войны, они являются частью кремлевской медиа-структуры, потому что действительно это выгодно, это вот все обсуждают, причем, что характерно, тот же самый Песков, например, когда его спросили насчет визита Явлинской, он сказал, что он это не комментирует. Вот, а вот, вот эту утку он стал комментировать, то есть, на самом деле, здесь вот такая вот игра в пас, игра в пас, когда, значит, вот это вот дается, это комментируется, дальше это все раскручивается и так далее. Это, это такая удобная история. На этом, на этом люди делают себе рейтинг, вот того же самого профессора Соловья с его этими баснями, его всюду приглашают, он популярен, но интересно же развлекуха, на что он еще расскажет, что еще придумает. То есть, это такая вот тысяча-одна ночь Шахерезады, когда каждый раз какую сказку в следующий раз расскажут. Интересно. Так что это, насчет того, что это запущено специально Кремлем, чтобы посмотреть, проверить на лояльность, Ну, скажем так, это шутка слишком тонкая для нашего цирка. Почему? Потому что, ведь понимаете, представить себе, что в это поверят царедворцы, ну, маловероятно. Да, они все-таки немножко ближе к телу, они примерно понимают. То есть, гипотеза латыниной о том, что это запущено для того, чтобы сразу же потом зафиксировать, как Мишустин примеряет на себя царскую корону. Нет, это не гипотеза латыниной, это я выдвигала гипотезу, а мы с латыниной гадали, может такое быть или не может, а то еще сейчас припишем ей эту гипотезу. В любом случае, нет, я в любом случае никому ничего не приписываю, я просто, ну, хорошо, это ваша гипотеза ошибочна. Вот, я не собираюсь участвовать вот в этих гаданиях, я могу точно сказать, ну, просто не на основе какого-то инсайда, а на основе, ну, просто здравого смысла. Я прекрасно понимаю, что вот люди, о которых вы говорили, там, кто это может быть, Мишустин, Патрушев, Шойгу, там, совершенно не важно, ни один из них, конечно, не, так сказать, не клюнет на это, ну, просто люди, которые выжили на протяжении 23 лет в путинском режиме, это люди, которые хорошо знают, что можно, что нельзя, и там этих красных линий, они просто вот, знаете, как это самое, сигнальные вот эти вот в магазине, когда строят защитную систему, там, такие красные линии, вот их просто как паутина, эти красные линии, они как красная паутина, они пронизывают все там, там шаг в сторону, побег, поэтому, конечно, на это никто не клюнет, и даже делать такую проверочную акцию нецелесообразно, потому что никто, конечно, не будет тут же выскакивать и говорить, что все, я король, слушайтесь меня, нет, этого не будет, это исключено. Давайте тогда более детально о встрече как раз-таки с Григорием Явлинским, он, Путин встретился с лидером оппозиционной партии «Яблоко» Григорием Явлинским, вроде бы говорили о прекращении огня в Украине, точно мы не знаем, Кремль эту информацию не комментирует, комментирует только пресс-служба партии «Яблоко», и в сообщении утверждается, что главной темой обсуждения была необходимость соглашения о прекращении огня, в партии заявили, что прекращение огня принципиальная позиция Явлинского, и политик считает, что необходимо как можно быстрее вступать в переговоры, он готов лично в них участвовать. Что это за такой вот реверанс в сторону «Яблока»? И растолкуйте нам немножко вот эти вот внутренние оппозиционные истории, потому что мы помним, что, допустим, Навальный и его группа, они обвиняли Явлинского и не единожды в том, что он подыгрывает Путину как раз-таки в своей оппозиционности. На кону выборы 24-го года, это все увязывается в одну историю, или тут другая какая-то сторона? Давайте по пунктам разберем всю эту ситуацию. Значит, первая версия пресс-службы «Яблоко», что Путин позвал Явлинского для того, чтобы обсудить мирные инициативы. Ну, скажем так, это из серии «Сказки профессора Соловья», из этой же серии. Ну, мы знаем, да, тяжелая ситуация. Владимир Путин находится в чудовищной интеллектуальной изоляции, поскольку Ганди умер, поговорить не с кем. Ну, Ганди-то умер, но Явлинский-то жив. И поэтому, ну, с кем можно обсудить проблемы войны и мира Путину, кроме как с Григорием Явлинским? Вот он позвал Явлинского и вместо Ганди спросил Явлинского. «Григорий Алексеевич, как вы считаете, мне как, войну прекращать или не прекращать?» Вот как мне быть? Объясните, пожалуйста. Знаете, была такая шутка, когда Леонид Брежнев написал «Малую землю», значит, рассказ о том, что судьба войны. Вот. И, значит, ходила целая серия анекдотов, как, значит, в конце войны Сталин вызывает себе Жукова и говорит, ну, что будем делать, брать Берлин или бомбить Берлин? Жуков говорит, ну, мы не можем сами такое решать, давайте пригласим полковника Брежнева. Вот. Это из этой же серии, понимаете? Вот Путин приглашает Явлинского для того, чтобы обсудить с ним проблемы войны и мира. Вот. Ну, такой, так себе анекдот, не очень смешной. Поэтому, значит, я думаю, что, ну, мы помним тоже эту историю, когда в прошлом, что называется, в прошлой ситуации, в 2018 году было известно, что Путин накануне выборов встречался с Ксенией Собчак. И Ксения Собчак говорил, не-не-не, ни слова о выборах, мы не говорили, что вы, какие выборы? Причем тут выборы? Мы обсуждали фильм про Анатолия Собчака. Вот. Ну, конечно, ну, про кино. О чем Путину говорить с человеком, который после этого пошел на выборы на президентские с Ксенией Собчак? Конечно, про кино они говорили. Вот. Значит, поэтому... И потом почему-то она пошла на выборы. Ее почему-то зарегистрировали. Ну, она набрала свои 2%. Григорий Алексеевич набрал, там, по-моему, не помню, кажется, 1,5%. Все хорошо. Значит, это история, это история про спойлеров, про то, как идет кастинг на роль такого спойлера. Кастинг на роль либерала-демократа по вызову. Значит, Путину нужна развлекуха тоже какая-то. Но его нужно, ну, не Путину, вернее, администрация президента Кириенко идет кастинг на роль такого, значит, миротворца для демонстрации того, что в России никто не поддерживает, в России все поддерживают войну. То есть, нужно продемонстрировать, что в России все поддерживают войну. Не 80%, как говорил генерал-идиот Гурулев, который решил убить 20% населения, потому что 20% не поддерживают войну. В ходе этого мероприятия электорального надо доказать, что войну поддерживают 98%. И только 2% предателей войну не поддерживают. Для того, чтобы это доказать, нужен человек, который будет предъявлять вот эту позицию, что нужен мир. И вот идет кастинг на роль этих людей. Упоминаются такие люди, как Борис Надеждин. Значит, даже мелькала фамилия Венедиктова. То есть, ну вот Григорий Алексеевич Явлинский, тоже подходящая фигура. Может быть, Собчак тоже всплывет. Все вместе они наберут 2%. Вот, вне зависимости от того, кто из них будет. Все вместе. Григорий Алексеевич наберет 0,5%. Ксения Собчак наберет 1,5%. Ну, или Надеждин, не важно. Фамилии не важны. Важно, что все вместе они наберут 2%. Это будет доказательство того, что войну поддерживают 98%. Вот и все. Вот и вся история. Ну, и к тому же, будет чем заняться нашей замечательной оппозицией. Потому что вот Берлинская конференция, это просто очень печальная история. Берлинская конференция антивоенного комитета, они долго обсуждали, как можно участвовать вот в этих, вот в этом спецмероприятии, чтобы, значит, каким-то образом, значит, помешать Путину. Или там что-то сделать. Собраться всем в 12 часов. Значит, или, значит, там гармошкой бюллетени скомкать. Или еще что-то сделать. Вот, это совершенно бессмысленная затея. Но здесь вот как раз им предлагается вот такой вот вариант. Вот вам, пожалуйста, Григорий Алексеевич Явлинский, соберитесь все и голосуйте за него. Ну, в результате будет ему нарисовано 2%. Все хорошо. То есть, на самом деле, попытка такую обманку сказать, вот смотрите, белорусский вариант был, да, вот пришла Тихановская и набрала там, кто-то говорит, 80%, кто-то говорит, 60%. Вот. Но это обманка, потому что, во-первых, Россия не Беларусь. То есть, Россия 23-го года, это не Беларусь 2020-го года. А во-вторых, что еще более существенно, тогда консолидация реальной оппозиции вокруг Тихановской была, потому что Светлана Тихановская была чистым листом. У нее не было никакой истории, у нее не было никакого антирейтинга. А Григорий Алексеевич Явлинский давно в политике. И у него вырос за это время такой антирейтинг, что попытаться, так сказать, как-то мобилизовать протестные силы, голосовать за него будет довольно сложно. Ну, он наберет 2%, или 1,5%, или 0,5%. Так что, это вот обманка. Это спецоперация Путина. А Григорий Алексеевич довольно давно, хотя он, безусловно, может быть, даже в душе считает, что он борется с путинским режимом, на самом деле он довольно давно им помогает. Вот. И началась его вот эта помощь в августе 99-го года, когда лично Григорий Алексеевич Явлинский проголосовал за то, чтобы Путин стал премьер-министром. И именно голосами яблока, тогда небольшим количеством голосов, Путин был избран премьер-министром России. То есть, фактически, это был тот плацдарм, с которого Путин шагнул в президентское кресло. Так что Григорий Алексеевич Явлинский давно и довольно успешно помогает Путину о укреплении фашистского режима. Хотя вот сам он постоянно по риторике антифашист, миротворец и так далее. Ну и последнее, что касается мирных переговоров. Ну это, понимаете, это тоже сказки профессора Соловья, потому что, ну, во-первых, какие мирные переговоры? Мирные переговоры на каких условиях? На условиях Украины, которые требуют, чтобы вся путинская оккупационная армия покинула Украину, чтобы были выплачены репарации, чтобы был суд над военным преступлением. На этих условиях? Ну, конечно, нет. Конечно, таких переговоров быть не может. На условиях Путина сделать какую-то мирную передышку и оставить под российской оккупацией все то, что оккупировано. Тоже смешно, тоже невозможно. Поэтому я думаю, что все эти сказки про мирные переговоры, про то, что Ювлинский готов быть переговорщиком, его никто не примет в качестве переговорщика, поскольку все прекрасно понимают, что никто за ним не стоит. Вот поэтому я думаю, что вся эта такая, это спецопереджение, это разводка. Путин все-таки по второй своей специальности, по первой специальности он уголовник, а по второй своей специальности он гэбист. И разводка, это разводка, вербовка, провокация, это все-таки его специальность. Он, не могу сказать, что он блестящий специалист, но он это умеет, и он это доказал. Так что это очередная разводка. Еще одна тема, которую также обсуждали на этой неделе и продолжают обсуждать, это то, что осыпали медалями буквально и наградами сына Адама Кадырова. 15-летнего сына Рамзана Кадырова продолжают осыпать наградами. Глава Татарстана Рустам Менинханов вручил Адаму Кадырову, который избил в СИЗО беззащитного Никиту Журавеля, орден Дуслык за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессиального мира и согласия. И вот это событие и создание еще батальона Кадыровым, как он объявил, оно вызвало неоднозначные реакции. И даже, я бы сказала, агрессивные комментарии в сторону Кадырова, хотя это, может быть, и не принято. И тут комментарии совершенно разные. Усы Пескова, допустим, даже написали о том, что, извините, но количество наград Адама Кадырова и скорость, которые их ему вручают, намного превосходит наши возможности по генерации шуток на эту тему. Сергей Белановский пишет, вручение татарстанского ордена Адаму Кадырову замечено многими, но, как мне кажется, значение этого недооценивается. В перспективе пахнет Третьей Чеченской войной. Рамзан Кадыров, конечно, зарвался. Неясно, зачем это ему, ведь у него все хорошо. Но положение России сейчас аховое. В связи с войной в Украине Путин и его окружение пойдут на все, чтобы умиротворить Кадырова. Кадыров готовится к уходу Путина и сохранению своей власти в Чечне, пишет Владимир Басманов. С этой целью он предпринимает шаги, которые должны показать любой новой персоналии на месте Путина, что или он сохранит свой персональный эмират, как есть, несмотря на сознательно вызывающее поведение, или будет по-плохому. Ну и так далее, и тому подобное в том же духе. Как вы для себя оценили эту ситуацию, и зачем действительно это вообще нужно было? Ну, я думаю, понимаете, Кадыров имеет абсолютную стопроцентную тотальную власть в Чечне. Кадыров очень многое, не стопроцентно, но очень многое может во всей остальной России. Ситуация, которая сложилась после Второй Чеченской войны, когда благодаря предательству Кадыров-старший пришел к власти, потому что он вовремя переметнулся на сторону оккупантов, предал свой народ, и благодаря этому был создан вот этот вот оккупационный режим в Чечне. И Путин платит гигантскую дань Кадырову за то, что Кадыров держит в повиновении Чечню. Это вот общая ситуация. Значит, за это Путин готов, за то, что Кадыров каждый день повторяет, что он пехотинец Путина, что он готов выполнить его приказ, и вся Чечня готова выполнить любой приказ главного командования. За это Путин Кадырову разрешает очень многое, ну почти все. И не только в Чечне. В Чечне это просто все. Там можно пытать, можно похищать, можно отрезать голову, все что угодно. А вот на территории всей остальной России тоже многое позволяется. Кадырову, в частности вот этого Никита Журавеля, его принесли, привезли из Волгограда Кадырову на съедение специально. Это же не Кадыров сам его выкрал, это Бастрыкин распорядился. Поэтому, действительно, он может очень многое. Обсуждать серьезно дальние планы, вот зачем он это сделал, я считаю, что это неправильно. Вот это обсуждение, когда мы пытаемся увидеть какие-то, а вот это он готовится к смене власти. А вот он, слушайте, Кадыров довольно тупой самодур. Довольно тупой самодур. И видеть какие-то, вот понимаете, всерьез сидят умные люди и обсуждают. А вот почему этот самодур, например, там, я не знаю, велел там, условно говоря, выпороть свою, там, я не знаю, служанку, а не отрубить ей голову. А вот здесь, наверное, есть какая-то тонкая, тонкий замысел, да. Ну, самодур, понимаете. Вот он решил доказать всему миру, что, значит, с одной стороны, когда он велел Бастрыкину притащить к нему Никиту Журавеля, то это в какой-то степени он же еще и претендует на лидерство в мусульманском мире. Вот он защитник Корана, защитник Ислама. И, ну, в какой-то степени здесь, наверное, в его сумеречном мозгу проблескивает мысль о том, что если это все кончится, то ему надо будет искать где-то, так сказать, укрытие в какой-нибудь мусульманской стране, там, я не знаю, в Саудовской Аравии, в Эмиратах, еще где-то. У него контакты есть. Вот. И его претензии на роль одного из лидеров в мусульманском мире, а такие претензии очень многих, это и Эрдоган, это и иранские лидеры и так далее. Но вот Кадыров тоже, вот он изнутри России претендует на роль лидера в мусульманском мире. Отсюда его, ну, вот эта вот история с Никитой Журавелем, с, значит, с избиением и так далее. А когда начали высказывать какие-то критические замещания по этому поводу, ну, известна история с депутатом татарстанского парламента, который сказал, что вообще-то нехорошо, какие законы и так далее. После этого, видимо, Кадыров, так сказать, высказал свое фе, и лидеру Татарстана, Мениханову, пришлось извиняться, извиняться, пришлось говорить, что нет, Татарстан целиком за Кадырова, и поэтому пришлось даже вот награждать этого малолетнего подонка медалью. После этого, кстати говоря, еще какой-то награды там Кабардино-Балкария до кучи, ему, этому вот, толстенькому мажору, который, который привык безнаказанно избивать несопротивляющихся противников на ринге, вот, решил избить беззащитного парня в тюрьме. Вот, это, это как бы самодурство, это демонстрация всему миру, что я могу все вообще. Я могу все в России, поэтому, ну, последнее время, в связи с, там, была какая-то история с Пригожиным, когда, значит, земля ему стекловатый, когда, так сказать, они-то вроде рассолились, и Пригожин, в общем-то, они поставили на место кадыровцев, ну, в частности, Уткин, который сказал, что мы с вами встречались, то есть, на самом деле, как бы, здесь нашла коса на камень, и поэтому, вот, эта традиция извинения перед Кадыровым, перед Кадыровым, она была прервана. Раньше была такая традиция, чуть что, значит, надо извиниться перед Кадыровым. Вот, и, значит, это, и он решил восстановить это. Восстановить вот свое, свое такое вот реноме человека, перед которым любой должен извиняться, становиться на колени в России, и так далее. Ну, такое вот, такое самодурство. А то, что, вот, говорят, что будет Третья Чеченская война, ну, знаете, для этого, для этого должна сначала Россия потерпеть сокрушительное поражение, для этого должна, значит, вот, есть в составе вооруженных сил Украины, действует чеченское формирование, добровольческое, вот, если они наберут достаточную силу, если они смогут после, по итогам разгрома Российской Федерации, войти, и попытаться, значит, атаковать Кадыровский режим, ну, тогда, возможно, что-то в этом роде. Но сейчас об этом говорить, конечно, несерьезно, сейчас пока никакой Третьей Чеченской войной не пахнет, и никто, никто в российской власти сейчас против Кадырова не выступит, это совершенно исключено. Путину очень важно, очень важна поддержка Кадырова сейчас, и, ну, кстати говоря, вот это, вот это подразделение чеченское, которое отправляется на фронт, его возглавляет Геремеев, который подозревался в причастности к убийству Немцова. Ну, так вот, такая вот история. Это тот человек, которого не смогли допросить следственные органы, когда расследовали убийство Немцова, они, там, просто в Чечне, к Геремееву, Следственный комитет России, прокуратуру не допустили, просто не допустили, а этот человек подозревался в убийстве Немцова. Вот такие вот герои. На сегодняшний Чечне. Ну, вы имеете в виду подразделение шейха Мансура, которое было, очевидно, создано Кадыровым, и тут тоже даже зет-активисты, так называемые пропагандисты, удивились, почему это было сделано, учитывая то, что подразделение шейха Мансура воюет против оккупантов на стороне Украины, это борцы за свободу Ичкерии, и шейх Мансур, в принципе, это человек, который выступал против российского империализма, и тут вот Кадыров создает подразделение, имени шейха Мансура, это попытка апроприации вот этого имени, или чего-то такого? Да, это попытка, так сказать, слушайте, ну, сейчас вообще это в стиле путинского режима, когда они берут какие-то имена из прошлого, присваивают их, и, значит, что называется, приватизируют и национализируют людей, значит, без их ведома, поскольку это люди неживые уже, ну, вот, там, я не исключаю, что, значит, Путин может когда-нибудь создать какой-нибудь, какой-нибудь институт имени Сахарова, который будет нацелен на увековечение его диктатуры, вот, это с него станется, ну, вот из этой же серии, такого издевательства над, над прошлым, то есть переворачивание истории. Ну, и дабы закрыть уже тему разборок, да, и вот того всего происходящего, на бывшего депутата Верховной Рады Украины и предателя в то, в одно и то же время пророссийского политика Олега Царева напали в аннексированном Крыму, в него выстрелили несколько раз, сейчас он в реанимации, позже несколько СМИ написали, со ссылкой на источник якобы в СБУ о том, что покушение на Царева организовали украинские спецслужбы, другие СМИ рассматривали версию о том, что это как раз-таки разборки внутри спецслужб Российской Федерации, тут же выбросили видео пропагандиста Соловьева, где он обращается к Цареву, это ранее было, и говорит, я к тебе хорошо отношусь, но я тебя прошу, не стой на этом, на огневых перестрелках между спецслужбами, потому что они между силовыми ведомствами, они между собой разберутся, а тот, кто окажется на линии огня, превратится в труху. Еще одна версия, которая звучала, это то, что Царева использовали, как обычного предателя, как это обычно происходит, он свою роль уже сделал, и в принципе он стал ненужным, и его ликвидировали. Стоит ли нам рассматривать эту ситуацию в контексте вот этих вот пауков в банке, которые вот сейчас начинают какую-то дележку? Вы знаете, вот у меня нет, естественно, как я думаю, что вы понимаете, у меня нет какого-то эксклюзива, у меня нет источников, можно, к сожалению, но у меня нет источников в спецслужбах российских, вот, поэтому мы можем просто брать информацию, анализировать ее с точки зрения, кому выгодно, с точки зрения, с точки зрения, так сказать, вот все масштабы проблемы, кому мог мешать царю, значит, какова его роль вообще в истории, значит, кому он дорогу перешел, и так далее. Исходя из всего этого, это опять-таки не анализ фактических данных, которых у меня нет, а просто исходя из ситуации, я больше всего склоняюсь, мне кажется, наиболее достоверная версия, это то, что это дело каких-то местных партизан. Я не уверен в том, что Царев, опять-таки, я не знаю, вот, какой-то внутренней информации в кабинете Буданова, вот, я не знаю, ну, понятно, начальник главного управления разведки Украины, я не знаю, так сказать, там, что происходит в планах служеб безопасности Украины, тем более, конечно, я не знаю, каких-то планов, там, спецслужб российских, вот, но у меня такое ощущение, что все-таки этот персонаж, он, он настолько второстепенный, он настолько, да, Царев в свое время, когда там была вот его идея Новороссии, это была фигура, ну, что-то из себя, и тогда уже он был такой декоративной фигурой, но тогда хоть как-то он был на слуху, он выступал, его слушали, и он у того же самого Соловьева не сходил с экрана, и тогда, ну, можно было представить себе, так сказать, он там кому-то мешал, он в какой-то игре участвовал, сейчас уже давно это не так, давно это не так, он, это такой пенсионер, пенсионер-предатель, это такой пенсионер вот этого предательского фронта, и я не знаю, кому он мог помешать, скорее всего, это все-таки, все-таки, вот местные партизаны, которые, ну, они выбирают ту цель, до которой могут дотянуться, понимаете, значит, смогли бы дотянуться до Путина, убили бы Путина, смогли бы дотянуться до вот этого вот местного гауляйтера, крымского, Аксенова, дотянулись бы до него, поскольку, видимо, у местных партизанов, партизан, ну, опять-таки, не в обиду им будет сказано, я не знаю этой структуры, вот, но, видимо, силенок недостаточно для того, чтобы дотянуться до Путина и дотянуться до Аксенова, ну, вот уверяют того, кто поближе, вот дотянулись, я так думаю, это не, это не результат, это не какой-то инсайт, это не какое-то утверждение, это просто вот, вы спросили, что кажется наиболее вероятным, я отвечаю, что кажется наиболее вероятным, мне очень трудно себе представить, чтобы спецслужбы Украины выбрали для себя такую цель, и я просто понимаю, вот здесь я могу сказать, что я примерно понимаю, сколько, ну, просто объективно, сколько надо потратить сил для того, чтобы создать диверсионную группу, чтобы ее послать, чтобы ее подготовить, чтобы, это же, это же какие, какие, какие деньги, а тут еще в Украине задерживается транш очередной на 60 миллиардов долларов, так сказать, ну, понятно, что, в общем, деньги-то считанные, вот, их не так уж много, поэтому тратить эти средства на такую цель, мне кажется, мне кажется, это как-то так, не, безхозяйственность, я бы так сказать. Давайте к мировым событиям, конечно же, следим за тем, что происходит в секторе газа, война Израиля с сектором газа, вот в Газе началась самая мощная бомбардировка с момента начала эскалации, ЦАХАЛ заявил о том, что они готовы к проведению наземной операции, но наземная операция пока что не началась, хотя танки ЦАХАЛ уже вошли на территорию сектора газа по последней информации. Тут ситуация напряженная, это понятно, что делать с сектором газа непонятно, и главный вопрос, который сейчас возникает у многих, и многие обсуждают это в информационном пространстве, ждать ли вот этой глобальной войны на Ближнем Востоке, если мы говорим о Иране, если мы говорим о роли Соединенных Штатов Америки. Давайте по пунктам. Что касается спецоперации, большой наземной операции в секторе газа, как раз очень понятно, почему израильтяне, почему ЦАХАЛ не спешит с этим, потому что задача, которая предстоит в ходе вот этой наземной операции, она настолько сложная, вообще такую задачу не решал никто никогда во всем мире. То есть, в принципе, уничтожить Хамас, для Израиля, для ЦАХАЛ, это была бы не очень большая проблема, потому что просто военного потенциала ЦАХАЛ вполне достаточно, чтобы стереть там все с лица земли, чтобы уничтожить весь этот подземный город, уничтожить сектор газа, уничтожить границы и так далее. Но при этом, как это сделать? То есть, сделать это можно, но как это сделать, не убив одновременно два миллиона палестинцев, это, вот эта задача чрезвычайно сложная. А мы живем в 20-х годах 21 века, а не в середине прошлого века. Вот в середине прошлого века американцы могли, то есть, была, изменилась, вот мы, может быть, когда мы постоянно сравниваем эту, вот сегодняшнюю ситуацию, украинскую войну, войну России против Украины, вот израильскую ситуацию, мы сравниваем постоянно со Второй мировой войной, не понимая того, что ситуация кардинально изменилась, что тогда была, в том числе, и, я бы сказал так, культурно-этическая ситуация совершенно другая. И тогда мир вполне мог проглотить и воспринять как должен, но, верха, война была все-таки совершенно другая, была война на уничтожение цивилизации, и мир тогда мог проглотить и Хиросимус Нагасаки, когда просто на два мирных города были сброшены атомные бомбы, погибло огромное количество людей, прежде всего, конечно, мирных граждан. Мир совершенно спокойно, ну да, потом были дискуссии по поводу, нужно ли было бомбить Дрезден, или это было избыточное, имело это, или не имело военное значение и так далее, но тогда это было нормально, тогда это было нормально. То есть, ну, скажем так, это ужасно, но нормально. Сегодняшний мир, естественно, понимание того, что если ради того, чтобы уничтожить Сахал, уничтожить Хамас, вернее, извините, Израиль уничтожит там несколько сотен тысяч, не говоря уже о миллионах палестинцев, Израиль не может себе позволить, даже если в Израиле есть люди, которые готовы это сделать, ну, потому что месть, потому что действительно чудовищное преступление, которое творил Хамас, оно требует отмчения, но если израильское руководство, военное, политическое, помимо того, что у самих внутри, так сказать, вот этот вот моральный кодекс есть, не позволяющий это сделать, но и понимание того, что ситуация в мире по отношению к Израилю в этом случае изменится радикально, Израиль превратится в этой ситуации не просто во врага арабского окружения, но и во врага большинства политических представителей евроатлантической цивилизации, это исключено, этого быть не может, поэтому Израиль, естественно, не идет вот на такую наземную операцию, потому что как только большая наземная операция начнется, то, безусловно, будут большие жертвы, в том числе и среди военнослужащих ЦАХАВ, потому что это плотная городская застройка, это большое количество людей, которые не только Хамас, конкретно непосредственно военизированное подразделение убивают, но и многие палестинцы, которые находятся в секторе газа, они пронизаны идеологией Хамаса, они тоже будут убивать, израильтян, и поэтому жертвы будут огромные, в том числе и среди ЦАХАВ. И все это означает, что эта наземная операция должна готовиться. Вот уже, вот уже, на самом деле, смотрите, 7-го числа произошла вот эта трагедия. Сегодня у нас уже, так сказать, 20, больше 20 дней прошло с этого момента, и это это не просто Израиль ждет, это Израиль готовит эту операцию, уничтожая инфраструктуру, Хамас, уничтожая боевиков, ведя напряженные переговоры по, так сказать, освобождению заложников, то есть, это еще одна проблема, как уничтожить Хамас, и не уничтожить заложников, своих же, не только своих, но иностранных, поэтому идет вот такая многоплановая подготовка, тяжелая работа, Израилю сейчас не позавидуешь, Цахалу не позавидуешь, руководство Цахалу, руководство спецслужб Израиля сейчас не позавидуешь, потому что это задача, которую никто никогда в мире не решал, такого объекта, как сектор газа, без уничтожения мирных граждан большого количества, никто никогда не брал, поэтому решают эту задачу сейчас тяжелейшую задачу. Но тогда можем ли мы говорить о том, что, ну, мы уже с вами обсуждали и вообще в наших эфирах приходили к выводу о том, что главный выгодополучатель это Иран в этой ситуации, там же Россия стоит, потирает руки и просто как бы радуется тому, что Украина ушла на второй план, сейчас все обсуждают события в Израиле, но можем ли мы говорить о том, что вот Иран через своих прокси Хамас поставил фактически европейский мир и Соединенные Штаты на определенную растяжку, потому что сейчас дать санкцию, скажем, на проведение этой наземной операции, это значит дать санкцию на действительно уничтожение заложников, потому что Хамас пока что отказался их обменивать или выдавать, дать санкцию на просто убиение этого огромного количества людей. в то же время мы видим, что резолюции, которые, допустим, ООН принимает или же заявление Гутерриша недавно о том, что нападение Хамаса было не в вакууме создано, это вот результат этих многолетних событий, которые к этому привели, и вроде бы как они выступают за право человека, за то, дабы избежать гуманитарной катастрофы в газе, в то же время газа сейчас без воды, без интернета, и вот получается, что и Соединенные Штаты, и Европа пребывают в таком положении на растяжке. Если Хамас сейчас не уничтожить, значит, эти террористы будут понимать, что так вести себя можно, и в дальнейшем можно делать подобные провокации. Если уничтожить, то тогда чего стоят резолюции и все эти документы о правах человека? Давайте попробуем отделить мух от котлет или еще что-то от чего-то. Во-первых, давайте отдельно рассмотрим заявление Гутерриша и все, что связано с ООН. Дело в том, что с Гутерришем я просто не хочу сейчас превращать наш разговор в персональное дело Гутерриша, потому что с этим человеком все достаточно ясно. Это представитель, скажем так, крайне левого крыла европейской политики. крайне левого крыла. Это бывший руководитель социалистической партии Португалии, который был после этого президентом социалистического интернационала, крайне левый политик, который левизна в данном случае это хорошая история. Левизна это защита слабых и угнетенных. Это важная составляющая современной европейской евроатлантической политики. Это важная составляющая. Но вот у крайне левых это защита угнетенных, защита трудящихся, защита женщин, защита детей, защита ЛГБТ и так далее. Это очень важное хорошее дело. Но у крайне левых эта защита превращается в защиту террористов. И это постоянная история. Они защищают террористов, они поэтому становятся в том числе на сторону Путина. Потому что как же Путин воюет с американским империализмом. Это защита слабых. А кто у нас сильный? У нас сильная Америка. Все кто воюет с Америкой они слабые, их надо защищать. То есть эта ультра левизна характерна. И поэтому его высказывание абсолютно идиотское с точки зрения истории. Потому что более-менее понятно откуда взялась вся эта проблема. Понятно, что изначально было понятно весь идиотизм этого высказывания. Понятно, что с первой минуты создания государства Израиль должно было одновременно быть создана палестинское государство, арабское государство, которое не было создано, вместо этого арабские страны решили уничтожить Израиль. В результате Израиль победил, но ту территорию, которая была предназначена для создания Палестины, палестинского государства, оккупировали с одной стороны Египет, с другой стороны Иордании. Израиль ушел оттуда, Израиль не захватывал это, Израиль не находится ни на западном берегу реки Иордан, ни в секторе газа, внутри не находится. Израиль просто огородил себя от попыток его уничтожить, вот и все. Поэтому были все возможности создать прекрасное, богатое, изобильное, счастливое палестинское государство. Этой возможностью не воспользовались прежде всего, потому что цель была другая, цель была не устроить счастье на этой земле, а уничтожить соседей. Вот и вся история. Поэтому идиотизм Гутерриша очевиден. Беда заключается в том, что Гутерриша, он же не... Почему я говорю, что не надо персональное дело Гутеррише? Потому что его поддерживают, потому что это выражение мнения огромного количества людей, не только в арабском мире, не только в мусульманском мире, но в том числе и в западном мире, к сожалению. И вот когда Израиль потребовал отставки Гутерриша, то за него вступились и в первую очередь кто? А вы будете удивлены, прежде всего за него вступились немцы, за него вступились немецкие дипломаты, которые сказали, ну да, может он не то сказал, но зачем же отставка? Поэтому это проблема, это действительно проблема, внутренняя проблема, я бы сказал, не Гутерриша, и даже не он, хотя он, конечно, доказал свою абсолютную бесполезность и бессмысленность, но это гигантская проблема, внутренняя проблема евроатлантической цивилизации, в основе которой лежит гуманизм, и нельзя, категорически нельзя говорить, ну, к чертовой матери этот слюнявый гуманизм, надо отбросить, надо вот железной рукой все, и надо, потому что тогда евроатлантическая цивилизация перестанет существовать, она внутри себя просто изживет себя, нельзя борясь с драконом превращаться в дракона, это не только Шварц написал, это, в общем, известная история, поэтому это серьезно, когда вы говорите о растяжке, то растяжка это на самом деле не Иран ее создал, а внутри это внутренняя противоречие, внутренняя проблема серьезная евроатлантической цивилизации, тем не менее, я думаю, что эта проблема будет решена, вот, и никакой, я думаю, я надеюсь, и я думаю, что крайне маловероятно большая война на Ближнем Востоке, почему, а потому что вот этот вот старенький дедушка Байден тихо, спокойно подогнал два, две авианосные группы к берегам Израиля, и я должен сказать, что вы говорите об Иране, как о том, что они могут там начать войну и так далее, да нет, вряд ли, я открою вам один секрет большой, просто вот что называется, по секрету хочу вам сказать, что главе Ирана, вот все эти все эти бородатые Аяталы, они воинствующие безбожники, они не верят в Бога, они не верят в то, что после смерти их ждут там 72 девственницы, нет, они в это не верят, они точно знают, что после смерти не будет ничего, поэтому они не будут заниматься самоубийством, они ничего не сделали, когда американцы убили второго, а может даже первого человека в Иране, Сулеймани, лидера Стражи из Латвии, революции, ничего не, грозили уничтожить Соединенные Штаты, ничего не сделать, они знают, что вот эти два авианосца, Форд и Эйзенхауэр, это вот не просто носят они имена этих великих великих президентов американских, они просто просто будут уничтожены, уничтожены военный потенциал Ирана, будут уничтожены Хизбалла, будут уничтожены лично резиденции всех этих бородатых Аэтов, а они на тот свет не хотят, потому что они знают точно, что никакого того света нет, они хотят на этом свете покурались, так что я думаю, вероятность большой войны не будет, ну, по крайней мере, она не велика. Спасибо вам большое за разговоры, Игорь Александрович. Игорь Яковенко сегодня был у нас в гостях. Друзья, вам спасибо за то, что вы смотрите, за то, что поддерживаете, комментируете. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите их в комментариях, я обязательно их прочту, и если они окажутся интересными и конструктивными, они прозвучат в наших следующих эфирах. Ну и, конечно же, я вас призываю подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, под этим видео кнопочка подписаться, нажимаете, и вот вы уже вместе с нами, и вот вы уже имеете возможность первыми получать эксклюзивную информацию, аналитику, комментарии, а это очень важно в этой системе координат, когда каждый день происходит множество событий, в этих событиях надо разбираться, их надо адекватно оценивать, дабы понимать, куда мы с вами движемся в будущем. Мы с вами увидимся в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Гусарева, а вы, пожалуйста, берегите себя.